МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи». У нас в гостях Александр Лучкин, директор Рязанского областного радиотелевизионного передающего центра. Здравствуйте! Здравствуйте! Рязань вошла в цифровую эпоху, это так? Да. Расскажите, в чем ее особенность и что могут уже сейчас посмотреть рязанцы? Вернуться к самому началу, к федеральной целевой программе развития телерадио-вещания в Российской Федерации на 2009-2018 год. Программа принята в 2009 году, соответственно, и она предусматривала строительство сетей цифрового вещания по всей территории страны, естественно, в том числе и в Рязанской области. Процедура для любого строительства – стандартное предварительное обследование объектов действующих, чтобы понимать, что можно использовать в цифре, что использовать нельзя и потребуется. В конечном результате было определено, что 9 из 18 наших существующих объектов можно реконструировать и использовать для цифрового вещания, а еще 15 объектов необходимо построить. И эти 24 объекта, они как раз обеспечивают цифровое вещание на всей территории Рязанской области с заданным процентом охвата. Процент определен был также федеральной целевой программой. Не менее 98,3% населения должны получить возможность приема телевидения в цифровом формате. У нас расчетная цифра – это 99,9%. Сейчас, в этом году, мы сеть полностью строительство завершили. И вот это 99,12%, как показали измерения, они получили цифровое вещание. Если говорить о тех самых недостающих до 100%, где они потерялись? Почему невозможно 100% охват сделать? Вот этот небольшой процент, он уже оставлен федеральной целевой программой. И это связано с тем, что последние доли процента, они достаются дорого у строительства. Но есть отдаленные пункты. Если Рязанская область более-менее компактная, это центр России, отдаленные. Сибирь, там большие территории. И вот дойти до каждого населенного пункта, чтобы обеспечить 100%, это дорого. Это дорого при строительстве, и это дорого потом компаниям, которые осуществляют цифровое вещание. Поэтому вот эта цифра была зафиксирована, и такая задача ставилась проектировщикам. Вот оставшиеся, там один с небольшим процентом, рассчитывается, что это будет непосредственно спутниковое вещание. И единственный недостаток здесь, это то, что спутникам непосредственно приема не будет регионального контента. Вот сейчас в первом мультиплексе на каналах ВГТРК «Россия-1», «Россия-24» и «Радио-Россия» в конце октября мы запустили тестовое вещание совместно с ГТРК «АК» именно регионального контента. Сейчас тестирование закончено, все оборудовано, проверено, все работает так, как это было предусмотрено. И население, им в принципе все равно, тестовое вещание какое-то. То есть население с начала ноября получает возможность приема региональных новостей на каналах «Россия-1», «Россия-24» и «Радио-Россия». Чем для вас, как для передающего центра, отличается работа с аналоговым сигналом и сейчас с цифровым сигналом? С точки зрения инженерной, может, большой разницы нет, потому что передачки и выглядят так же, и некоторые физические процессы, они аналогичные. Но цифровой сигнал, он имеет определенные особенности, он позволяет лучше использовать частотный ресурс, потому что один передач канал позволяет транслировать только один телевизионный канал, а цифровой передачи транслирует 10 телевизионных каналов на одной частоте, в первом мультиплексе еще дополнительно, 3 радиоканала. То есть, получается, возможность сэкономить частотный ресурс, который даст возможность в дальнейшем наращивать количество каналов в эфире. Потому что до начала федеральной целевой программы фактически свободных частот не осталось в большей части регионов. И у нас в Рязанской области практически полностью частотный ресурс был выбран. А с запуском цифрового вещания, вот эта экономия, ну, когда дойдет и когда будет решение об отключении аналогового вещания, появится свободный частотный ресурс, он позволит уже открывать и третий мультиплекс, и четвертый, ну, и так далее, в зависимости от решения, которые будут приниматься в стране. То есть, возможности развития новые появляются. Ну, и, конечно, качество цифрового сигнала, даже в стандартном разрешении, оно существенно лучше, нежели аналоговый сигнал. Здесь, как бы, аналоговый сигнал, он больше подвержен помехам, и мы знаем по своему опыту. Там, телезрители, я имею в виду, появляются шумы, там, рябь какая-то. В цифровом сигнале этого нет. То есть, он все время, пока он есть, он одинаково качественный. Если говорить об оборудовании, пришлось ли вам на 100% заменить технику, которая работает с цифровым сигналом? Либо можно использовать что-то из старого оборудования, уже имеющегося? Нет, цифровое оборудование – это полностью новое, начиная с передатчиков и заканчивая антеннофидерными устройствами, все построено вновь. Даже на тех объектах, которые были. Ну, и, соответственно, новый объект – это новое строительство вместе с башней. Они сейчас проще обходят с гражданским сооружением, то есть мы используем контейнеры, потому что оборудование имеет небольшие габариты, и, соответственно, оно умещается в контейнере, и это в дальнейшем обеспечит более дешевую эксплуатацию, потому что содержать здание там с кровлей, со стенами, с окнами, и контейнер – это разные вещи. Поэтому контейнер – это проще, и техника сегодняшняя позволяет. Климатические условия там создаются системами комплексными, вентиляция, кондиционирование и отопление. Все это увязано в автоматическую систему, то есть температурный режим заданный, поддерживается, и, соответственно, техника работает в комфортных условиях. Если говорить о вышках, нужны ли они для передачи цифрового сигнала? Эфирное вещание невозможно осуществить без башен, здесь как раз есть консерматизм, то есть ничего лучше не придумано. Для того, чтобы обеспечить большую территорию покрытия, нужно иметь более высокую высоту башни. Ну, наряду с мощностью передатчика она также позволяет, ну, зависит от мощности передатчика, покрытие разного. Но башни – это как бы определяющий элемент, потому что рельеф на территории непростой. Есть застроенные территории, есть лесные массивы, и если не иметь там большую высоту башни, там 70, есть у нас башни по 100 метров. Самая крупная башня, кстати, находится в поселке Масалова, Шиловского района, там опора высотой 350 метров. И, соответственно, вот в аналоговом вещании он обеспечивал практически 70, примерно 70% территории Рязанской области. Вот аналоговое вещание Первого канала и России. В цифре такого не требуется, структура сети поменьше, но, тем не менее, вся центральная часть области обеспечивается цифровое вещание вот с этой станции. Сигнал ведь распределяется не кругом, да, как мы привыкли рисовать на схемах, у него какой-то более сложный рисунок. Ну, круг – это условный для каких-то оценок, для демонстрации может показать, какие территории покрытия. На самом деле, как раз, вот сложный рельеф, наличие каких-то лесных массив застройки, оно, как бы, делает этот круг вовсе не круглым, а изрезанным. И, как бы, это есть специальная программа, и вот на стадии проектирования сети расчет такой многократный делался для того, чтобы обеспечить покрытие всей территории области цифрового вещания. Сегодня в Рязанском регионе уже полностью действует первый мультиплекс, да, на всей территории области? Да. Согласно федеральной целевой программе, строительство первого мультиплекса должно было завершиться в этом году во всей стране. Мы дотянули, к сожалению, до последнего года, были определенные проблемы с подрядчиком, но, тем не менее, в июне у нас был запущен последний цифровой передатчик в селе Просеча Александрневского района. И вот практически с этого момента вся территория Рязанской области охвачена вещанием первого мультиплекса. Кстати, важный момент эфирного вещания, оно и аналоговое было бесплатно для населения, и цифровое вещание пока первого мультиплекса, а в последствии второго мультиплекса будет бесплатно для наших телезрителей. В первый мультиплекс вошли информационные развивающие программы, их всего 10, правильно? Да, это первый канал, там, Россия, Россия-24, карусели и тому подобное. Что вошло во второй мультиплекс? К чему готовится запуск? Ну вот состав первого мультиплекса, он определенно указан президентом Российской Федерации, там были некоторые изменения в процессе, потому что исходное решение было о том, что будет в первом мультиплексе 8 каналов, но в конечном итоге эти 10 каналов, и они зафиксированы, указан президент. Второй мультиплекс – каналы получили право на вещание в результате федерального конкурса. Это каналы известные, разная направленность, это РЭМ-ТВ, СТС, Домашние, Звезда, музыкальный канал, там присутствует МОЗ-ТВ, ТВ-3. То есть такой большой набор, и естественно, когда в эфире будет 20 все каналов, население будет достаточно комфортно, и большая часть населения такого количества считается достаточно, но и оно, наверное, так и есть. Если говорить о втором мультиплексе, то он где-то уже работает на территории нашего региона? Он уже запущен? Что касается второго мультиплекса, строительство ведется везде, и в соответствии с федеральной целевой программой в 2018 году оно должно быть завершено. И в момент, пока строительство сети ведется, каналам, которые попали во второй мультиплекс, пришлось бы оплачивать вещание и аналогово, в формате, а во многих регионах они присутствуют, и в цифровом формате, что достаточно сложно с финансовой точки зрения. Поэтому было принято решение о том, что сети строятся, но вещание начинается только в населенных пунктах с населением более 50 тысяч человек. И это зафиксировано в федеральной целевой программе. Поэтому применительно к Рязанской области у нас сеть второго мультиплекса построена в полном объеме. Все передатчики смонтированы, установлены образом, введены в эксплуатацию и переведены в так называемый режим ожидания. Придуман такой термин. Мы эти передатчики поддерживаем в работоспособном состоянии. Каждые полгода производится полная проверка. И как только будет решение компании о том, что они готовы оплачивать услуги трансляции второго мультиплекса, мы в любой момент можем включить всю сеть. Но в Рязани эта сеть уже действует. То есть рязанцы уже могут смотреть второй мультиплекс? Да. Рязань, поскольку у нас население здесь большое и попадает под этот критерий более 50 тысяч человек, вещание начато в 2014 году в декабре месяце. Если говорить о радиосигнале, вы говорили, что он тоже входит в состав мультиплексов. Что могут услышать зрители и чем это отличается от аналогового вещания? В первом мультиплексе предусмотрено вещание трех радиоканалов. Это каналы ВГТРК, Радио России, Маяк и Вести ФМ. Разницы в самом программном продукте никакой нет. Но единственное, это нужно смотреть или слушать в телевизоре или через приставку. Но это определенная особенность. То есть население привыкло слушать радио в радиоприемнике, а телевидение смотреть в телевизионном приемнике. Поэтому здесь есть нюанс, но если нет в эфире радио, то, конечно, можно послушать радио и в телевизоре. Расскажите, пожалуйста, о мощностях, которые есть в Рязанской области. Первый мультиплекс уже запущен, второй уже на территории областного центра работает, скоро будет и во всей области. Есть ли возможности дальше для развития третьего, четвертого, пятого мультиплексов? Вообще планируются ли они государством? Конечно, будут последующие мультиплексы после второго. И вот в начальной стадии реализации федеральной целевой программы об этом было много разговоров и мнений о том, как будет загружен третий мультиплекс, какие каналы получат правы и вещания. Сейчас, когда ситуация полностью стала понятна, эти разговоры не ведутся. Почему? Потому что частотного ресурса пока для третьего мультиплекса, вот в масштабе нашей большой страны, его нет. И, соответственно, он может появиться только тогда, когда будут отключаться аналоговые передатчики и освобождаться эти частоты. По этому, видимо, решения будут уже приниматься, когда федеральная целевая программа в полном объеме будет реализована, когда два мультиплекса заработают на всей территории страны. И, конечно, мы ожидаем, что будут решения по строительству третьего мультиплекса. Как Вы думаете, лет через 20, каким будет телевидение? В какой эпохе мы будем находиться? Ну, это такой сложный вопрос, потому что было мнение, что вообще будет одно сплошное телевидение из известного фильма, но это не состоялось. Есть много чего другого, сохранилось и кино, и театр, естественно. Поэтому технологии развиваются очень быстро, и, конечно, смещение в интернет с интерактивными возможностями, оно на лицо есть, и, наверное, оно будет развиваться. А вот такой долгий период мне сложно прогнозировать. Поживем, увидим. Спасибо большое за интересную беседу, что пришли к нам в студию. А нашим зрителям я напомню, что в гостях у нас был директор Рязанского областного радиотелевизионного передающего центра. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова